Всем привет, с вами Прия. Сегодня пора наконец-таки ответить на самый часто издаваемый вопрос на стриме, на трансляциях, в личку, иногда даже задают такие вопросы в комментариях на ютубе. Какой расой лучше всего играть? Какой расой лучше играть за кого-нибудь, например, ДК или за какого-нибудь ДХ? Ну ладно, у них там спектр рас весьма мал, он одиночен, но все же. Стоит прекрасно понимать, что любую расу стоит выбирать для себя. Если вам приятно конкретно играть на человеке, играйте человеком. Если вам приятно играть дворфом, играйте дворфом. Если же рассматривать расы Орды, то, само собой, кем вам приятнее, тем и играйте. Но нередко сталкиваются люди с такой проблемой, что какая-либо раса в этой игре имеет более лучшие расовые бонусы. Конечно, каждая раса уникальна, стоит это помнить. У каждой расы есть особый спектр расовых способностей и бонусов. Бонусы не особо влияют конкретно на дэмэдж, а вот какие-либо способности, либо активные, либо пассивные, напрямую влияют на тот дамаг, который вы делаете за какую-то короткую секунду, за какой-то промежуток времени. Так вот, с целью того, чтобы максимизировать наш ДПС, максимизировать наши показатели дамага, стоит опираться на различные ресурсы. Хочется подсказать вам такой сайт под названием Bloody Mallet. Чем конкретно хорош этот сайт? Он хорош по многим причинам. Можно, самое главное, что нас интересует, глянуть те специализации и те расы, которые являются достаточно хорошими по соотношению друг к другу. И при каких условиях определенных вы будете делать чуточку больше дамага, чем, к примеру, представитель другой расы. К примеру, мы откроем друида в ветке баланс, нажмем расы и увидим то, что култиросы выдают самый наибольший дэмэдж, который только возможен при игре за сову, за счет использования своих расовых способностей. Ну а, например, Таурен замыкает всю эту цепочку, весь этот список. Хоть он и является лучшим голфармером, там, за счет своей птицы, но в итоге он дает чуточку меньше дамага, чем култирос. Стоит помнить, что опираться на эти списки нужно лишь только с целью того, чтобы выжать максимально из своего персонажа. Если вы нацелены играть в кайф, то, в принципе, вы можете играть абсолютно за любую расу, которая вам интересна. Например, у меня все персонажи хуманы, то есть очень классная у них способность на конкретно то, что выход из контроля. Ну, в текущий момент это всего лишь выход из стана, но раньше это было интереснее. К тому же у человека бонус на 10% репутацию, то есть прокачка репутации каких-либо идет быстрее. И, к примеру, те же полеты, которые ввели относительно недавно, можно было получить намного быстрее, чем представители других рас. Это лишь только к примеру. А, допустим, у других рас есть что-то особенное. К примеру, у союзных рас вообще какие-либо особенные бонусы, которые являются нововведениями в этой игре. То, что там скидки у эфириалов и что-то подобное для союзной расы. Это весьма интересно, и каждую расу нужно просматривать с той целью, с которой вы нацелены играть за этого персонажа. Если вы нацелены играть на максимальный дамаг, опираемся на сайт. Если нацелены играть на то, чтобы просто-напросто получать удовольствие от игры, ну, тогда просто выбираем абсолютно любую расу, которая нам интересна. Ну, и любой класс, само собой. Если поговорить о населенности Орда Альянс, то, конечно, Орды в этой игре больше. С целью того, чтобы проверить это, нам поможет сайт WoW Progress. Открыв страничку о населенности ру-серверов, можно прекрасно увидеть, если посчитать, конечно, то, что ордынских персонажей чуточку больше, чем альянсовских. А вот это самое число чуточку очень сильно влияет на какое-либо попадание в рейд, на какие-либо интересные ПВП открытые действия в мире. То есть, нередки ситуации, когда битва в Носжатаре на текущий момент весьма актуальная, по большей части выигрывается ордынцами. Да, у нас есть различные кроссервы, заранее собранные группы, но все же. Орды намного больше, стоит это признать. Я конкретно это понял еще давно-давно, когда была такая акция Чопера Азерота. В тот момент было голосование, и по итогу голосования та фракция, которая победит, получит свой Чопер, своего маунта бесплатно. Другая фракция будет покупать его за 100 тысяч голды. Ну, если вы сейчас отправитесь в Штормград, в старый город, вы прекрасно поймете, какая фракция проиграла. Делайте выводы, играйте за ту разу, которая вам нравится, либо опирайтесь на сайт с целью максимизирования своего результата. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о других видосиках на ютубе, а также о розыгрыше, который достаточно скоро закончится. Берегите ноги. До скорого.